Ты двигаешься по пути своего предназначения, то, что ты делаешь, это важно и ценно, и я ощущаю достаточный ответ и поддержку пространства, мира, людей, чтобы это осознавать, но и при этом понимать, что если случаются трудности, то они временные, да, и ты всё равно идёшь, ну, как бы проходишь какие-то этапы и выныриваешь, и как бы путь, он не может быть ровным, и это нормально, это как бы, это этапы, и все мы, как сказать, не отступать просто от своей основной линии, да, не... Когда ты устал сильно, отдохни, ну, то есть не думай, что всё, я не могу больше это делать, всё, ну, как бы отвлекись, отдохни, потом, ну, если у тебя есть вот это внутреннее ощущение, просто его, ну, как бы не терять и видеть, несмотря на, ну, как бы, ну, те события, которые происходят, да? Мне кажется, ты сейчас очень важные для многих слова сказала, потому что я вижу, если сравнивать вот в своём окружении, там, клиентах и так далее, людей, которые чуть более успешны или, там, значительно более успешны, и тех, которые постоянно находятся в какой-то борьбе и не получается достигать успеха в чём-то, то очень часто есть вот эта разница восприятия, когда у более успешных есть готовность к испытанию внутреннее, то есть вот это состояние, что испытание — это нормально, это просто части пути, и с этим всё хорошо, я с этим, ну, справлюсь, да? Да, и одновременно есть люди, которые, вот они столкнулись с чем-то, и когда же уже это закончится? Все эти испытания, трансформации, да как мне это всё надоело? Да когда мы уже выгребем эту карму? И всегда сразу понятно, что вот чем больше у человека сопротивления внутреннего, тем больше там страдания, тем больше слива энергии, тем меньше результативность любых действий, и, ну, понятно, что на успех там уже не так сильно много чего осталось, чтобы дойти до следующей точки, вот, поэтому, дорогие мои, берите тоже сейчас себе это на заметку, что путь, он, правда, он динамичный, он разный, он разный, и в этом вкус, в этом даже есть, ну, как вот в еде, да, когда он настолько сладкий, ну, классно, когда есть оттенки разных вкусов, и в жизни тоже, когда, как ты говоришь, устал, потом кайфуешь от отдыха, вот как я сейчас на Бали, да, вот я устала, у меня были очень интенсивные полгода, я прилетела сюда отдыхать, я очень этим наслаждаюсь, возможно, сейчас с большей интенсивностью даже, чем когда я здесь жила, потому что контрасты дают, дают это проживание, и это более такое тоже спокойное принятие всего пути. Да, ну, потому что, например, этот год, прошлый год, да, был очень непростым для меня. Для меня тоже. У меня, да, произошла смена директора после пяти лет, это такой, ну, серьёзный очень этап. Как только у меня поменялся директор, мой ювелир отошёл в мир иной, и это был, ну, это серьёзная трансформация всех процессов, вот. И, соответственно, это было, ну, совсем непросто, да, но, как бы, когда я поняла в какой-то момент, что, ну, как бы просто, как бы, ну, даже когда тебе кажется, что у тебя, ну, нет больше сил, они, ну, всегда есть, они всегда найдутся, ты просто, ну, как бы, смотришь на это по-другому, немножко пытаешься себя, ну, поддержать, поменять своё восприятие, вот, и двигаться дальше. Ну, и, то есть, получается, несмотря на все эти перестановки, ты не остановилась, создала также новую коллекцию очень мощную. Да, я завершила создание уже самостоятельно новой коллекции, уже в работе следующая коллекция. А сейчас, получается, твои украшения уже представлены в каких странах? В Англии, в Германии, в Испании, ещё в некоторых странах, да, ну, конечно... В Штатах, в онлайн, я знаю. В Штатах, в онлайн, да, Казахстан. Ну, и, понятно, Россия, и, наверное, СНГ тоже есть какие-нибудь страны. Ну, в общем, постепенный такой уже планетарный рост происходит. А никогда с 12 лет не случалось состояние, вот, что я всё, я... Либо я всё сделала, либо я так устала, что больше не хочу, вот, какого-то выгорания? Несколько раз, ну, несколько раз оно случалось, да. И как ты из него выныривала? Какие твои лайфхаки по выходу из выгорания? Ну, как бы понимать, что всё равно для того, чтобы, как сказать, гармонично функционировать, тебе нужна команда, ну, то есть у меня не было вот этого внутреннего навыка делегирования, у меня не было изначально вообще, ну, то есть я перфекционист, никто лучше меня не сделает, мне надо, как бы, всё контролировать, и просто, ну, как бы постепенно отпускать какие-то вещи. Вот процесс, ну, делегирование для меня, пожалуй, был один из самых, одним из самых сложных трансформационных процессов, вот. Просто позволить себе какие-то вещи отпустить. Очень мне было непросто, вот. Ну, и тема доверия людям, да, и тема, наверное, подбора правильных людей, это всё сюда же. Безусловно, безусловно, вот. И несколько раз было, что, ну, особенно в те периоды, когда я начинала прям очень много делать всего, только одна, вот был этот период первоначальный, когда стало всё развиваться, как бы стали, стало достаточное количество и представителей, и много активностей, и я вот не позволяла себе делегировать, и какое-то время всё делала сама, вот. И на самом деле, ну, достаточно долгий это был период, где-то лет пять, вот, из-за развлечений у меня был сон в моей жизни, вот. После этого я поняла, что, ну, всё, я так больше не могу. Ну, это логично, мне кажется. Да, мне нужна помощь. Да. Ну, и вообще большой бизнес построить без делегирования, в принципе, невозможно. Невозможно, да. Это физически невозможно, поэтому это очень большая точка роста. И как раз, наверное, именно делегирование человека переводит из статуса просто «я создаю свои украшения в статус, что у меня есть бизнес». Это совершенно разные, да, такие состояния. Мы с тобой разговариваем, и очень много про творчество, про именно коллекции и так далее. И звучит так, как будто в твоей жизни, вот, в общем-то, не сильно много что-то ещё есть. Ну, в плане того, что как будто у тебя вся жизнь сфокусирована только на миссии, на бренде и так далее. Что ещё в твоей жизни важного, ценного того, что делает её более объёмной для тебя? На самом деле, был этап, когда действительно всё было сконцентрировано только на бренде. Вот, но в какой-то момент я поняла, что у жизни не хватает, ну, вкуса и красок. Что логично. Да. Ну, на самом деле, ну, как бы много всего, и путешествия, и как бы не только по всему миру, но даже путешествия по любимому острову, по островам Индонезии, которые меня очень радуют и наполняют, и это бесконечно разнообразный, интересный регион, вот. Я, конечно, счастлива, что я живу именно здесь. И, ну, и практики, и ретриты, и семинары различной направленности. Ну, и личная жизнь, наверное, всё равно какая-то. Личная жизнь, безусловно, да. Просто это так скромно про неё молчусь. Ну, про личную жизнь я предпочитаю не распространяться. И это тоже, ну, я понимаю, конечно, это имеет право быть. Я к тому, что она есть, я вот про это. Она, безусловно. Да, да, что всё-таки жизнь более сбалансирована. Да, как же без неё. Ну, я знаю, ты ещё много темам заботы о теле уделяешь тоже. Конечно. Дорому образу жизни и так далее. Конечно. Конечно. И особенно это актуально стало для меня, вот, где-то полтора года назад я получила квантовые коды молодости. То есть, на самом деле, они пришли как картины, как графические символы. Это тело, сознание, дух и эмоциональное тело. Да, и я, на самом деле, уже когда с февраля прошлого года создаю их как живописную серию, но это всё происходит просто очень медленно. Я надеялась, что сейчас до своего отъезда, до своего тура я закончу хотя бы первую картину.